Хорошая команда, на самом деле, как они вообще с того момента, как они собрались и как они играют сейчас, то есть как они прогрессируют. Они импонируют вообще, мне кажется, всем, потому что не сказать, что у них прям такие звездные никнеймы, не сказать, что кто-то чем-то там прям супер сильно выделяется, но играют они действительно хорошо. Вот прогресс, прогресс в течение этой серии подмечают и Бэтбум, потому что коэффициенты падают на карту. Начинали мы 6.3, вторая карта была 5.2, по-моему, и сейчас вот 4.3, то есть, ну, как будто бы да, начинают уже более-менее ценить возможности этого коллектива. Бойгами, Гладиаторс, они дают, это факт, друзья. Ну, а, собственно, изменение этих коэффициентов вы можете отслеживать сами. Удобное приложение Бэтбум, посылочки по трансляции, а зарегистрировавшись по промокоду DPC, можно удвоить свой первый депозит, тоже прекрасная опция. Поэтому, кто еще этим не воспользовался, вперед посылочки по трансляции, а потом возвращаемся на трансляцию, смотрим эту карту. Так, ну ладно, Гейминг Гладиаторс, Ариан Тандерс, знаю, давай, говори. Знаешь, говори. Знаешь, что мне очень нравится? То, что у них буквально чуть ли не на каждую стратегию Гейминг Гладиаторс, ну, у Ариана я имею в виду, есть какая-то задумка, есть какой-то ответ. То есть, вот, есть вот этот вот Фурион, да, нашумевший от Эйса, но против него есть и Нага, и есть Феникс. Феникс очень крутой против Фуриона за счет того, что он просто может кидать фаер-спиритов, пеньков, и Нага будет просто ставить фрифармить. Вообще, вообще, если бы я бы не смотрел на теги команд, я бы сказал, что Нага, Нага должна тут просто вынести вперед ногами весь этот сервак. Вот просто, просто вперед, Нага. То есть, а вот драфт от арена Таннерс? Мне очень нравится Нага, прям вот очень. Меня смущает, меня смущает Тинни в миде. Я боюсь, что тут может произойти так, что Квин просто будет бегать, уничтожать всю карту. За счет того, что, не сказать, что сильно есть чем поконтестить, там, стаки, да, вот тому же Бэтрайдеру. Но, грамотная Нага, что должна сделать? Вот, как я вижу игру, они должны хорошо подсонять линию в легкой, да, 2000 и Каори. И потом нужно будет отправлять иллюзии на большой кемп в двойку. В двойку гейминг-гладиатор. И делать так, чтобы не было стаков вообще для Бэтрайдера, да. То есть, только инши, только инши. А инши может, ну, то есть, это не так, чтобы просто пофармить. Ему всегда надо, вот, знаешь, какой-то один стак просто большого кемпа зафармить. Что происходит, Арсений? Мы смотрим на мидеры, мы смотрим статисты, которые нам выдают постоянно наши пацаны из прода. И везде винрейты там 80%. Все на сигнатурках гоняют. Ну, жесть, конечно. Ну, 81%, 85% у Куина на Бэтрайдере. Кошмар какой-то. Тот самый матч, где портим винрейты. Похоже, для кого-то, точно. Мне безумно понравился, конечно, ответ в виде Урсы для Дурачьо. После второй стадии драфтов Ариды Тандерс. Такие, вроде бы, прям, хорошие, плотные персонажи. Фениксы тает. И ты вот сказал, что Феникс тут прикольный, лейнинг, сейв, все остальное. Ну, как же, черт возьми, против этих двух героев классного Урса зашел он в 23-м? Ну, у Наги... Ой, ФБ. Да, вот это и ФБ для Нефрита. Вот это не предыдущая игра, где Нефрита просто идет и кусает дурачьо. На самом деле, линия Тайтхантер-Рубик очень сильная. Это прямо в харде, наверное, одна из самых сильнейших линий. Сильнее только Рубик и Кентавр. Да вот... Да вот не сказать... Рубик и Кентавр, ну очень сильнейший. Просто вот... Ну да, да, ну ладно. Я просто что хотел сказать, что ты не боишься надойде Урсу, когда ты стоишь с Рубиком. Ты просто кидаешь Гаш, и Рубик просто наваливает ей. И не стоит забывать, что Урса стоит на линии со Снэпфайра. Снэпфайр далеко не лучший саппорт в легкой линии. Прям... Прям далеко не лучший. Скорее, тут Снэпфайр вообще, в принципе, банально пикнута, просто для того, чтобы разбивать яйцо Феникса за счет третьего спела. Это хорошая опция. Ну да, тут как-то и Снэпка, и Урса. Фениксу тяжеловато будет грамотную Супернову поставить. Каори будет мучиться, но должен справляться. Сдача у него такая. А лейдинг, я как посмотрю, редутантерско стоят прилично. В отличие от того, что мы видели в предыдущих картах, здесь прям по крипстату везде лидерство идет. Ну что, самое забавное и самое интересное, это матча в центре, где Тинни и Бэтрайдеру не проигрывают. Вот Стас Безек рассказал о том, что... Ну а что вы там удивляетесь, Бэтрайдер против Тинни? Нормальный матчап, равный, он сказал. Ну и действительно равный, тут у Тинни все в порядке. Да, то есть есть такой прикол, что ты на Тинни в любом случае берешь вот эту веточку, динаешь всех крипов. Тебя сложно убить за счет того, что ты можешь, там, не знаю, тоснуть этого Бэтрайдера в крипов, там, откинуть себя валанчем. Но по игре... По игре на Тинни очень неприятно против Бэтрайдера играть. И всегда, когда ты прыгаешь, ты прыгаешь, скорее всего, в один конец. Это по игре, да. По игре, да. Если все сделают, а Реда Тандерс, как вот я говорю, ну еще пока, конечно, мы даже стаков-то не видим в двойке, но вот если они еще украдут какой-то большой вот этот кемп на Наге, в один момент, когда Нага уже будет примерно там уходить в лес, хотя непонятно, будет ли она тут вообще уходить в лес, потому что у нее настолько фри линия тут. Как будто не продавить, да, и как будто выгнать ее с этой линии сможет внезапный Бэтрайдер, который прилетит там, условно, на травелах каких-нибудь, сожжет и снесет вышку. Ну да, этого долго ждать. Вот мы видим, что происходит у них там в топе, да, на линии, что просто кидаются в Fire Spirit и в пеньков, и Нага стоит, просто крипов добивает. Конечно, у нее так много крипов, возможно, из-за того, что она вот тоже подбивает вот этих пенечков. Ну, на Networx отразится, мы на Networx тоже. Да, когда Networx нам покажут, мы уже поймем там, что происходит на самом-то деле. Мы ждем, что? Мы ждем довольно быстрого блинка от Тинни в центре. Наверное, та самая необходимая опция, которая нужна коллективу Ареды Тандерс, чтобы, собственно, не было давления на сайдах за счет, там, перемещений Бэтрайдера, возможно, или за счет действий Фуриона, который может прилететь там на легкую, куда-то еще. Нам нужен фаст блинк от Тинни, чтобы он начинал тащить всю эту карту. Вот мы ждали от нуба на Водит Спирите экшена, да, и, возможно, по задумке, как раз-таки, Ареды Тандерс, они должны были вторую карту выигрывать за счет того, что Водит Спирит с саппортами, с Каймейджем каким-нибудь бегал, всех уничтожал, там не вышло. Здесь, наверное, на Тинни нужно с блинком все-таки сыграть суперкруто, чтобы получилось. Да, на самом деле, как бы тебе сказать-то, что Бэтрайдер начинает вообще какие-то свои, в принципе, действия. У него есть два варианта. Если он законтролил руну, взял там какой-то Хейст, Инвиз, там, что-то вот такое, Аркейн Руну, он сильный с ними. И второй момент, когда у него появляется Трвела, там, под какой-то контроль прилететь, Тинни же может вообще без всего этого играть. То есть он может прийти там в какой-то момент к Тайду Рубику просто засекюрить, засекюрить то, что вышку они там, не знаю, могут забрать. Может прийти выгнать там Фуриона условного, у которого там может в теории начаться хорошая игра. То есть, а Бэтрайдер, он как-то, ему двигаться без рун вообще прям, ну, не камильфо. Ну, Тинни, короче, проще реализовать себя. Да, 100% проще реализовать, но вот потом дальше по игре ему будет тяжело. Вот купит он Блинк, Бэтрайдер там будет подкачиваться. Ух, кстати, тут больно, очень селери, его поднимает. Нефрит нажимает, анкросмэш, еще одна тычка. Ой, какие куки шикарные ведь, но не спасло. Но куки хорошие были, такие прям грамотные, да, на Крипа, который двоих застанил. Да. Ну, просто линия, линия реально трудная здесь такая. Рубик и Дайдер, они вот только ищут возможность, чтобы напасть и убить. У них это классно получается. 2700 он творится уже у Дайдера. Шикарный старт, все прелестно. Бэтик, Стини, стоят на уровне на одном на линии, пока тоже хорошо. И Нуб уже пошел. И, кстати, что ему прилетело? У ПТ-шка, у него нет ботла, это вообще круто. Быстро он будет у нас перемещаться. Убить Фуриона прям вообще кайфарик. Не знаю, не знаю. Мы как-то время тратим. Это катапульта, катапульта есть. Нет, нет, это вообще не трата времени. Это вообще суперский плей. Еще сюда делает ТП дофу. А мы дофу можем? Дофу как будто не можем. Нас все КД. Что КД? Ждем КД. Ну, тут катапульта стоит. А там Тайд один остался. Тайд убивает, Тайд один остался. Да, 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 да. Куки шикарный снова целый. Ребьют, стакается пассивку дурачей. Инкросмеш есть, но это не спасает. Пассивка пробивает Тайда. Ну, вот, казалось бы, да, стянули куда-то саппорта. А Нуб, ты посмотри, что он делает. Он стоит, ждет телепорта от Эйса. Он думал, что он улетел. А сейчас его просто в спину зайдет. И после ТП его убьет. Какая жесть. Еще ТП. Батрайдер, Батрайдер здесь. Нужно быстрее убивать Эйс, иначе Батрайдер все исправит. И карус дайв шикарный. И Нуб грамотно убили. Они, конечно, испортили игру Фариону, но Тинни должен погибать. Здесь, потому что есть Лассо у Квина. Ну, тут Саппортил еще Лассо. Какой интеллигент плей вообще. Ну, просто молчина. А может быть еще и Тофу разменять? Да, он еще и телит еще один килл. Какой красавчик. Это вообще жесть. Это просто жесть. Красиво сыграл, красиво очень. Я даю ему уже MVP. Уже. Погоди, погоди. Надо рановато, рановато пока. Еще впереди куча плей, которые нужно будет осуществить на Тинни. Игра, как ты сам сказал, мидгейм на нее будет непростая. И дальше в Лейте тоже. Поэтому надо себя будет реализовать еще и в некоторых моментах. Нам показывают статистику Каори на Феник. Что? Подкручено. Везде проценты, я считаю, подкручено. Невозможно всех героев иметь 80% нам показывать какую-то неправду. Почему нет... Где классические 55? Вот это вот на дистанции 40-9. Очень сигнатурный на самом деле Феникс для Каори. Очень любит он на нем играть. Вот даже учитывая, что зачастую это ослабление на линии, в легкой линии. Но уже много лет вместе играют Наив и Каори. Знаешь, вот всегда у них хорошо получается, даже если саппорт какой-то немного... Не такой активный, как там условно на линии, да, как условно там Undying, как они играли в первой игре. Все равно у них все хорошо получается. Ну да, кстати, друзья, не забывайте получать бонус 100% на первый депозит нашего партнера BadBomb. Для этого нужно пройти по ссылочке по трансляции и в приложении зарегистрироваться с промокодом DPC. Да, собственно, двойный депозит, первый будет ваш. А где они там играли-то вместе? У них путь был очень непростой. Они как-то соединились... Вот Project Armor, как назывался у них команда? Begaming. Не, до Begaming. Project Armor был после Begaming. После разве? А, тогда ладно. Я просто помню, на каких-то квалах они играли вместе вдвоем. А потом, собственно, перешли как раз по ряду Thunders. У Nubata еще какой билд классный. Он решает по итогу вообще не покупать боттл и купить как можно быстрее даггер. Бэтрайдер вообще никак по темпу не успеет, если он даггер на топ. Квин, смотри, наива. Firefly, иллюзии вызываются. А, что понятно, что иллюзия обмануть. Телефорт делается, но поздно, и будет гореть здесь на культе. Мой фуриона, шикарный выход от Квина. Успевается Квин, он не находит свои моменты. Ну, всегда пришел, но даже разменяться не сможет. Все в порядке. Квин, Квин, знаете, катает рэвэдж. Квин, попытка убить рачье. О, у него нету тиммейта. Хорошая кроссмерс, могли его убить. Шикарно. Убивали, левел высоковат, да, у этой даблы на нижней линии. Потом, хоп, внезапно, у Урса нет шестого уровня. Тайдхантер шестой уровень есть. Нажимаем кнопочки, делаем фраг на Урсе. Еще дальше снова болимся. Нижняя линия классно смотрится. И они Эйсу, мы помним, игру на фурионе испортили. Они Урсе игру на фурионе испортили. Там 2 900 экономика у дурачей всего лишь. Единственное, что вот на Квина, да, найти управа сложно. Ну, потому что, потому что это Квин. Ну да, купил он быстренько себе тревола. Ну, в любом случае, да, сделал он вот этот вот килл на Тине в топе. Ему это очень хорошо сказалось на его Нитворсе. Потом еще все-таки он там что-то вот двоечку он там пофармил. Он топ-1 Нитворс. Но ему надо играть теперь с этого момента вообще безошибочно. Потому что просто только, только в него вся вера. Потому что куда бы ни прилетел Фурион, он ничего не сделает. Он ничего не сделает Тайдхантеру. Он ничего не делает Наге. Да, можно где-то в теории убить Тини, который там загулял. Но у Тини-то сейчас уже будет блинк. У него 100 голды до блинка. И он уже начнет сам экшен творить, в отличие от Бэтрайдера. Мы этого ждем. Бэтрайдер все-таки пока Деласо это должен делать. У Тини-то нету кулдаунов, кастов вообще. Ждем, ждем, ждем блинка, конечно. Это сейчас, наверное, напорный айтем вообще для ареда Тандер. Чтобы вот как-то усилить свое преимущество, которое они поначалу с лейнинга получили тысяча. Это вообще первый раз за три карты, где мы видим, что Бомар, ворованный куки, фейтбол, дочь разворачивается, пробивает Тайда. Энрейдж ворует Рубик. Нормально Рубик. Энрейджам будет забавно. Не понравилось ему печенье второго уровня. А вот сейчас не тот ли момент, где нужно Урса подловить? У него сейчас минуту нет Энрейджа. Как-нибудь. Может быть, кому-то перетянуться. Может быть, Рубик с Тайдом вдвоем собрать, потому что Урса бесподетно нападает. Там уже Урса плохо, там Урса снизу погибает, по-моему. Он на Тайда нападает. Там Тайду плохо, в первую очередь. Там всем плохо. Всем плохо. Наверное, опять что-то происходит. Наива. Наива опять окружается в сторон. Хотел дать слип, но Лассо и Морти Беркис. Шикарная комбинация с гейминг-гладиаторс. Это раз подряд находит Наива. Опять Квин. Опять Квин задает шикарный темп в этой игре. Просто с траволами бегает, убивает вражеского керри. Ничего не могут с этим сделать Аредат Андерс. Урса все-таки развалили. Амар серию убийств. Хороший ответ. Хотя бы размин керри. Должно устраивать Аредат Андерс более-менее. Ой, Кларикс били моментально. Он хотел на... Паригинить ману, нажать Санрей. Вот да, вот как он сейчас это делает. Нажать ТПА, вот и не получается. Какое-то время потратили убийства. Он, конечно, тут завлекает на себя соперника. Но умрет, умрет из Каори. Что у нас делает Нупта? У него же блинг уже есть. У него еще 500 голды. Он уже все показал. Как-то медленно... Медленно сыграли Ареда. Оставьте в топе Феникса. Пусть он качается. Нага там более сейвовая. Уже как бы... Один... Десятая там минута, да, когда ее убили. Ну... Выходит Катапульта. Это дефолт. То, что сделают какой-то смок, плей. Но вот чувствовал он, видимо, что... Успеет он нажать Сон или еще что-то такое. И вот представь, под это бы вот... Встал бы в своем лесу Тинни. И вот запревентил бы этот смок. Игра бы вообще закончилась, мне кажется. Там какой-то опасный телепорт на аванпост. Нашли Селлари. Селлари под Вардом. Вражеский отпекает назад. Рубик ворует у него печеньку. Печенькой накрывает сверху Сонрей. Ну, прядышко. Ну, вот первый выход от Ноба. С прокаста делает фраг, правда, Каори. Но... Ну, тоже здесь отметился хорошим выходом. Окей. Слушай, я хочу... Хотел у тебя спросить вопрос по актуальности, да? Мы на Наги Рэддиан собираем, но ничего или не собираем? Думаю, что нет. Не хотим. Думаешь, что нет. Ой-ой-ой, тут был телепорт на ДД, но нашли Фуриона моментально. Какой анлак? Ну и сам переместился туда, где, наверное, никуда не стоило. Какой анлак? Вообще, Куки классно работает у Рубика. В связке вместе с Тиней они двое могут бегать. У них... Про каста, мне кажется, хватит любого героя. Даже Урсу из контроля. Единственное, что маны маловато у Тиней за то, что у нее нет... Там аркингутцы у Рубика со спины. Не, погоди, он принес боттл, все-таки понял, что ему тяжеловато без этого. И будут забирать миди в вышку. Есть у Тайда, наверное, уже какая-то аура, типа Мекки или, наверное, Худ. Бетик здесь. Бетик делает телепорт очень опасно под глифт. Квин попробует разыграть какую-то ситуацию. Мартимир Кейс летит, нефридо больно. Ну и просто и декантера здесь сжигают. Ну, легко. Легко получается. Вот эта вот комбинация Бетрайдера плюс Сенефайер работает идеально. Квину нужно как-то останавливать. Или Кинес назад. У него есть только Раксон. Будет делать себе Блэкинг Бар. У него уже хватает и Митрилхаммер практически. Но Квин царит. 2-0-3 КДА, конечно, в лютой форме Квин продолжает, в общем-то, тащить команду гейминг-лодиатр. Так, что у нас тут кауори? Уже есть седьмой левел. И будет вот он напротив этого Фуриона всю игру тут стоять, мне кажется. Вот он прям такой очень неприятный персонаж. Тратить на него ресурсы Бетрайдера вообще не хочется. Мне кажется, Феникс тут в теории по итогу может стать вообще очень большим. Ну, хотел, наверное, выйти на Фуриона, но решил подфармить лес. Да, подождет 14-ю руну. Все они качаются, но ареды Тандерс. Хотелось бы, наверное, им в первую очередь после каких-то фрагов вышку снести хотя бы одну. Дать меньше территории и пофармить Урси, Фуриону. Ой, но Бетрайдер напали. Вот это хорошо. Кстати, Авалан Штос. Гарс залетает или Кинезис. Нужен сейв Квин. К сейву здесь не будет четыре героя. Слишком много нюгов Квин не справляется. Некакил для Амара уже. На Рубике классно. И при этом они сбили тайминг, ведь Бетрайдер на покупку БКБ это тоже важно. Что, пойдут теперь опять мид добирать? Ну, там у Снэфаер... Снэфаер еще нет ульты. Так что, думаю, это фри мид. Надо вышку забирать, да. И вот и пройти во вражеский лес, поставить глубокий вижн. Там, где фармит Дурачье свой БФ и пытается камбэкать. Там помешать нужно. Смотрите. У Дурачьеви дела идут очень плохо. У него все еще последняя экономика. У него половина БФа пока только. 15-ая минута уже. Некоторые в этот тайминг уже БФ себе покупают. Поэтому тяжко. И надавить на этого вражеского керри, который вначале немножко отстал, было бы идеальным решением. Хотел выпалить здесь пачку Каори и привезти ее ТА-2000, но пачка куда-то там загрелась немножко на каких-то крипов, которых сагрил сам Тофу. Не получилось. Но вот Феникс какой-то очень напряжный. Есть Урса, есть Снэпка, которые могут моментально развить яйцо. Как будто тут этого яйца-то и не надо. Он просто настолько напряжно толкает все вот эти линии. Ты посмотри, где он стоит. Он просто стоит в миде за речкой. И вообще чуть-чуть неудобно два тавера толкает вам линии. Жесть. Ноп-ноп. Снова выпады. Только видит какую-то очень легкую цель для атаки. Сразу же на нее набрасывается. Но такие герои, как Снэпфайр, как Фурион. Да как же как Бэтрайдер на самом деле сейчас для него очень легкие цели, пока у Бэтика нет БКБ. И подставляется раз-разом гейминг-гладиатор. Друзья, у Арида Дандра все хорошо. Две я даже видел на секундочку 3000 преимуществ. Вот, пожалуйста, 3000 преимуществ. Да, 3-3-3. Они владеют картой сейчас. Они гангуют. Гейминг-гладиатор сложно играть против Тини, если они его не видят. А Тини может быть абсолютно везде. На любом участке карты. Потому что стоять 1-1 вышка по центру, стоит 1-1 вышка по низу. Не везде есть вижн гейминг-гладиатор. С они больше заворзили верхнюю часть карты. И можно нон-стоп нападать. И при этом шикарно фармить Нага под этот весь спейс. И ведь мы понимаем, Нага с иллюзиями фармить намного быстрее, чем Урс. Урс, у которого нет БФ. Даже когда Урс появится БФ, Нага все равно будет фармить чуть круче. Вот диапазон, как сказать-то, принятия решений по плейу у Наива на Наге. То есть пойдет ли он уже драться с Мантой и Орхидом. Либо будет ждать он Тараску какую-то. Вот это будет на самом деле очень важно. Мне кажется, он должен сыграть здесь такой немножко быстроватой Нагой. А ему еще боятся выйти? Да, Фуриона. Фурион хорош в Нагу. Он покупает Мьелнер уже. По-моему, как раз-таки я видел у Эйса в Квикбай Мьелнер. Да, Фурион хорош в Нагу. Так, Товсу тут вообще обнаглел. Его закидывают на хайграунд. Будут ли его убивать? О, Сноупо, Павару. Там Затини, Затини, Затини. Самое главное Затини. Пошли там Лассо. Пошло и под Мортимир Кеймса. Затаскивают. Да, ну подставился. Вот где важный фраг делается. А там даже ведь и не забрали саппорта второго. Как же мешают эти паузы? Мне кажется, сбивается у ребят немножко фокус. Но что вообще хотел в целом-то сказать? Что эта игра достойна третьей карты. Вот мы видим и плюсы какие-то у гейминг-гладиаторов. За то, что Квинн там чувствует себя очень комфортно. Это не единственный плюс, Арсений. Нет, есть еще. Смотри, ты посмотри на Фуриона. И как у него растет Нетворс. Он был вообще... У него было все плохо. А сейчас что у него? У него уже молнии. БКБшечка почти. Это вот мой любимый Фурион. Не захайпил. 0-3-4. Какой эйсер. Фурацкая игра абсолютно. Сейчас он умрет в соло от Наива. Ты посмотри. Какой Фурион. Да не умрет, не умрет. Не умрет, не умрет. Ну ладно, не умрет. Там у нас атака пошла. На снаевхо. Заходит. Дурачо надо листовписываться. Дурачо мимо, мимо, мимо. Да, вот так. Бочком, бочком, бочком. Ты же не будешь здесь драться, дурачо. Или будешь? Дурачо будет? Дурачо не будет. Тинни прыгает. И сразу Тосс. НРАЖ нажали. Нельзя давать все реведж. Пока. Но нубы будут. Нубы будут отрезать команды. Есть неплохие шарды. Реведж пошел. Но Квин БКП нажимает. И идет до конца за тени. Хочет дать в него лосо. Только это цель. Но лосо ведь нет пока. Мортица ставится на тем временем мультимейт. Феникса. И некому пробить его. Квин потерял свой БКП за стаки. Какая же игра за стаки. Сейчас идет у команды Реда Тандер. С всей толпой здесь. Летят флеймбреки. Надо ли драться. Ведь реведжа уже нет. С другой стороны Тенрейдж. Очень опасно. Гаши летят. Наив при этом слип. Если что имеет. Чтобы команду спасти. Вот сейчас самое время нажать. Наверное. Чтобы тайны засейвить. Куки мимо. Там шарды опять. Перехват. Ну да. Песенку напеть. Песенку напеть. Жесть. Жесть. Они забрали стаки? Они забрали стаки. Ну как. Я думаю там все эти стаки. Все поделили. Знаешь. Какая же ситуация. Просто никто вообще не погиб. Нажалось БКБ на Бэтрайдере. Нажался Тенрейдж на Урсе. Нажался Ультимейт Фуриона там да. Кучу хп сняли. Нефриту. Но никто вообще не умер. Никто. А с другой стороны была Супернова. Был реведж. Набы прайтеры ныряют. Тос назад они встали. А у него БКБ до КД. Можно его просто убить. Есть Телекинес. Да. Это килл для Каори. Бэтика наказали. Можно дальше. Можно дальше. Тофор взворачивается. Будет внуву пробивать. Там же регенерацию подобрал. Фастиль дэмэдж. Мортимир Кейсос нужно сбивать. Амарда разворачивает. Мортимир Кейсос ворует. На Рубикин. Начинает заплевывать соперника. А ну битвей. Бэтик. Бэтик. Они переигрывают. Гейминг Гладиаторс. Три фрага подряд. Гейминг Гладиаторс потеряны. Как же играют. Нареда Тандерс. И Наив против Дурачьё. Один в один. Там есть энрейдж. Нет слипа. Откидывается сеточка. Наив просто уходит. Пока против Урсов пвп драться не хочет. Но команда подтягивается. Команда подтягивается. Кстати Орхид и не покупает. Он покупает сразу Тараску. Я думаю он купит эту Тараску. И они просто пойдут одним кулачком вместе. Есть всегда вот этот. Будет всегда слип. Который защитит яйцо Феникса. И пока. Пока нет БКБ. Пока нет БКБ Урсы. А у Урсы все очень плохо. Прям очень плохо. БКБ кстати Фурион купил. Есть БКБ на Батрайд. Есть БКБ на Фурионе. И надо дождаться конечно. Когда камбэкнет собственно Урса. Вау. Вот это Кэсс. Фаворит друзья Ареда Тандерс. По мнению Бэтбума. 1.38 Кэп 3. Уже на гейме Гладиаторс. А он говорил друзья. Где можно отслеживать изменения этих коэффициентов. Конечно же приложуха. По ссылочке по трансляции. А еще этот промокод ДПС. Который удваивает первый депозит. Фантастика. Просто сказка. Снепку нашли. Убили. 6К преимущество Ареда Тандерс. Друзья 20 минута. Сенсация близка на сегодняшний вечер. Близка друзья. К анонсам. К этим новостям. На различных киберспортивных сайтах. О том что Ареда Тандерс. Могут победить гейминг Гладиаторс. Но пока нужно доработать. А если Ареда Тандерс выиграют. Я участвую в наказании или нет? Или я участвую только за ту карту именно? Ну конечно там предикт на вторую был. Так на Каори нападаешь. Каори должен быть в порядке. На самом деле еще у нас есть. Сейфтп. Сейфтп вниз. Сейфтп вниз там что Квинн хочет солить. И наказать Квинна. Не может он его засолить. Хочет зафорсить. Ой Юл. Смотри. И вот. Вон рядышком тиммейт. И есть АТП. Квинн. БКБ вынужден нажимать. До Каори нужно разворачиваться. Или не нужно. Каори не знает что делать. В итоге телепорт. И не сбить. Да. Вовремя тайминг просчитал. Чтобы сделать ТПшку. Там перехват дальше уходящего. Куда-то Фуриона. Но Фурион пеньки. Там да. Нет. Не Фритп не будет перехватывать. Не Фритп с грифсами. С Хутом где-то в центре будет работать. Видит Дурачье. Дурачье БФ Огракс. До БКБ еще очень долго. Есть. Есть. Есть еще чуть-чуть. У него на самом деле время. Пока ареда не пошли условного Рошана. Но они даже как будто и не хотят. Уже гони мутини. Это вообще жесть какая-то. Его конечно немножко порезали. Посмотрим сейчас как будет вообще все это работать. По-моему там сделали меньше кулдаун. Ой. Больше кулдаун. Вард поставили. Видели уходящего Эйсона Фуриона. Смотри. Бортимер ворованный. Что? Феник здесь. Санре. А там они. Они разные цели фокусят. Пытался засолить здесь Таск. Таск убьют фейтболтом. Дальше Нага находит Беттика. А у него нет БКБ. Можно просто дать реведж любить. Да да. Вы просто засед. А давай без реведжа. Просто засед. А давай без реведжа. Нет реведжа. Нет реведжа. Нет реведжа. На верочку. На верочку. А еще. А снэпку. А минус 3. Вновь делает Арида Тандерс. На разных участках карты просто. Здесь какой-то герой поймает. Там чуть Эйс вообще не убил Рубик. Ворованный Мортимир Кисос. И вот теперь Рошана. И вот теперь забрать спопот на Егис. Арида Тандерс в ебых руках. Ты же понимаешь, что сейчас мало что зависит о гейминг гладиаторс. И Арида Тандерс сами распоряжается по этому матчу. Я думаю, что могут хорошо подраться гейминг гладиаторс. В любом случае, когда Урсы появятся в БКБ. И когда Фурион апнет Мьеллнер. Думаю, там будет нормальная драка. Вот где-то фирменный билд Эйса. Который мне всегда очень нравится. Ух, кстати, у кого Ори здесь нападение. О, неплохо. Неплохо. Хорошая ответочка от БГ. Хоть что-то. Хоть какое-то хилл они делают. Пик силы гейминг гладиаторс. Это Мьеллнер на Фурионе и БКБ на Урсе. Квин, то, что он там делает. БКБ у него. Он уже такой. Создает видимость каких-то вообще действий. Нам надо нафармить корж-мотки на Урсе и Фурионе. Тогда они смогут дать драку. Какой кошмар, конечно. 23-я минута. Нету дурачьё БКБ, друзья. Нету дурачьё БКБ. А есть атака. В него засыпают. Убили. С прокаста просто. Это агоним. Отденью засыпали. И посмотрите, сколько ему не хватало свитка на БКБ. Ну просто оцените боль Антона сейчас. И вот это вот поджигание его нижней части тела. Потому что не хватало сотки, понимаешь? А сейчас не хватает трёх соток. А у тебя 23-я нет БКБ. Уже и Тофу подъехал. Ой. Они думали, что они его добьют, а он выжил. Если у Тофу блинт, сможет он нажать бинкаут? Да. Убегают. Вот тебе пятёрка. Ой-ой-ой, смотри, есть печенечка. Вот тебе пятёрка с нафаер. Больше она ничего и не делает в принципе в этой игре. Вот печенечка. Пикнуто против Феникса. А Феникс-то яйцо-то особо даже и не ставил. Не нужно ему этого. Он и так огромный. Шесть тысяч натворства у него на пятёрке в Фениксе. И так кайфует. Забавно. Статистика. Один раз он поставил суперновую и её не сбили. Да. Ну, под... Ну да, там и не могли. Ну, там Квинт. Очень хороший Феникс-герой против Бэтрайдера. Потому что вот ставишь ты яйцо перед Бэтрайдером, он такой... А? А что я буду делать? Я могу только улететь. Потому что когда Бэтрайдер нажимает БКБ и ставится яйцо, ну, опасно. Опасно, что его застанет как раз-таки вот этот взрыв суперновый. Богатый очень сейчас Айбек. У него 16500 экономика на Наге. В то время как курсы 10 тысяч. Вы понимаете, какая это разница. Нага суперсильный, Стараска. Я не знаю, как там справляться с иллюзиями. Он еле-еле Фурион пробивает своим Йолнером. При помощи при этом с Бэтрайдера. А потом появятся артефакты на дэмэдж. Вот я смотрю на Ив, что там делает? Сыглосонга что-то себе бабочка. Да фляй просто. Хочет закончить. Ой, дурачьё снизу. Опять без БКБ. Ну, купи свиток, купи свиток хотя бы. Купи свиток, умрёт, но купи свиток. Думаю, он доволен результатом. Я думаю, что он не доволен результатом. Ещё Каори можно замочить или что? Ой, яйцо он ставит. Вот она и супернова. А она, кстати, ещё и результативная. Аксений, как можно быть довольным такой игрой на Урсу? Я думаю, в любом случае это их задача, чтобы он дофармил БКБ и есть уже Мьолнер у Эйса. А там уже, вот знаешь, у Айбека слишком много. Он опережает просто на одну шмотку. А там уже скоро будет... А тут уже есть бабочка, а до МКБ ещё очень долго. Это вот выглядит, как очень похожая эта игра на первую игру. Вот всё очень плохо. В первой игре было у Дурачьё на Абадоне. Тут то же самое с Урсой. И не догоняют они вообще никак по Нетворсу первую позицию команды Ареда Тандерс. Вообще никак. Они в целом не догоняют, что происходит. Хочу бы говорить, что этот Тандерс по карте гоняют, три карты. Что происходит вообще? Как это возможно? Это реально подноситесь. Так. И что? Ну погибнет Офу здесь. Санрей, да? Блинки уже не нажмёшь никакие. Получает... Бонус приехал. Получается, я откуда. Спокойный килл. У Каори Недворс почти как у Дурачьё. Ему не хватает там банально двух тысяч каких-то такий. В ариентство не придут. Заберло снимается. Мы должны. Форстав, Грифсы. Так, погодите, каш. И? А ну? Сейчас ворвётся. Эволок, что? Хоронить! БКП, панике, Дурачьё. И Нрейджи нет, минус три. Я бы на этом месте, как я писал и выходил просто. Это точка, друзья. Это точка. Невозврата. Вот прямо сейчас была. Они пытались убить Тайда до Реведжа. Ну и классика жанра. Это как будто... Я как будто увидел нарезки со стрима Топсона, знаешь? Где вот он играет вот так же на тине, да? Да, да, да. Там по четверым, туда три воли, просто все умирают. А это происходит в официалке против чемпионов мейджора. От ребят из второго Дива, от которых вообще никто ничего не ожидал. Которые от Манаспа 0-2 отлетели. Да, да, да. Вчера вы ещё отлетаете от Дива 2 Манаспа. Ну, там, извините, там бешено грузинско-греческий состав. Там победить сложно, я всё понимаю. А вот чемпионов мейджора победить, это, в принципе, попроще. Вот такая вот, друзья, западноевропейская дота у нас с вами на старте второго тура ДПС. Шикарно, конечно. Я не знаю, что сегодня ожидать от следующего матча. Ещё там следующий матч, тоже прикольный по вывеске OG. Будут сражаться против Team Liquid. Кто поймёт этих тегривитов, в каком они состоянии вообще сегодня. Но здесь, конечно, происходит действительно сенсация сегодняшнего дня игрового. Непонятно, да, вообще, уже просто каша в голове у тебя. Ареда Тандер сыграют с заменой. 97% на победу. Ааа, что это такое? Я говорю, вот замена, да, есть замена. Вот основной игрок Вуйтер, его нет. Играет Сидни Фрид, просто уничтожает дурачё на линии. Ааа, я почему говорю, что каша в голове? Вот, был, пришёл, придёт Бокси, да, на следующий матч, который будет OG против Liquid. Все такие, ну, Бокси плохо себя чувствует, там, болеет. В предыдущем матче, там, ну, как-то, вроде как даже и заметно это было. А может быть, так и не будет. Я вообще не понимаю уже, что происходит. Все предикты просто в никуда. Просто в никуда. Но есть, есть. У нас один аналитик такой. Взрослый дядя, зовут его Олег. Он, он такой, ареда в первый, ареда в третий, ребят. Все в порядке. Но я был согласен. Я был согласен в третий точно. Ну, оп, находит Квин, а те временем, мол, что засыпочка телекинезис без шансов. Ну, мега убийства, 9-2-9. Медовый Тинни против Бэтрайдера, шикарно линию отстоял. Блинг реализовал, купил Аганим, круто пока отрабатывает. На них находит соло снэпку, тоже будет её минусовать. Два минуса разных участков карты. Пытается снизу, гейминг-лодиатор сыграть, там уже готов к Аории с этапить. Дурачё просто до конца, кажется, бежит просто по линии под этой. Это тебе не Тим Астер, которые ничего не делают в игре. Ты не будешь тут просто вот так бегать и фармить всю жизнь эту лёгкую линию. Это ареда Тандерс, эти ребятки играют быстро. Ничего не сделаешь. Как же дурачё не успевает за айтем-билдами? Ему нужен блинг, и он уже поставил МКБ в быстрый закуп. На всё это нужны деньги, у него пока на блинг даже не хватает. Нашёл Каори, ну Каори здесь улетит. А есть ли у него ТП вообще? Он даже ТП не нажимает, он фейканул тем самым. Полетал там. А там команда подтягивается, команда подтягивается план перехвата, дурачё могут перехватить. Ну тут БКБ телепорт против Урса. Пока не думаешь, что он полетел, но всё ещё тут дурачё в тумане войны бегает. Его, кстати, не видно сейчас. Ночь на дворе? Да, он здесь, наверное, всё просто уйдёт. Задолжил, задолжил. Причём сам того не знаешь, что он реально спрятался из-под какой-то очень-очень невывозимой атаки. Он пытается пачку грипов забрать, беги! Дурачё ведь там из контроля могут не выпустить. Санрей нашли. Покапать или порт, 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 врачё! Что он делает? Убирает. Что он делает? Это Тим. Думаю, жило, да. Мне кажется, что кто-то играл. Я думаю, о, есть уже Хексу-то 2000, он просто убивает фурионов соло. А прогрызь-то есть вообще чем? А тут есть нут на месте. Вот просто пришёл такой, там веточку. Я веточку выкинул, и я есть погиб. Ну, я не знаю, тут даже никаких попыток не пытаются там предпринять ребят из Gaming Gladiator, чтобы эту игру как-то камбэкнуть. У них нет выходов пятером. Они просто пытаются что-то где-то подкачать. Их ловят на разных участках карты и просто убивают. Ну, 8 фрагов всего Gaming Gladiators. Чё так, в начале, ну, неплохо было. То есть он единственный, кстати, что-то пытался делать. Да, хорошие выпады, фраги там. Ну, нормально, нормально ты играл, но помощи от тиммейта вообще не последовало. Врач, я линию проиграл, так и не всплыл. Я хочу вот немного поговорить о том, что вот мы говорили с тобой в начале третьего матча, что в каждой новой игре ареда они играют против условно, да, какой-то заготовленной стратегии Gaming Gladiators. Фурион, Бруда и Лешраг, да. И я вот хотел похайпить их вот в контексте того, что они вообще не боятся этого. То есть они видят Фуриона, они пикуют. Фурион, Фурионе, невозможно вообще против этого стоять. Что ты там сделаешь? Мы видели, как на мажоре, как коллапс стоял просто против Наги плюс один. У него там вообще ничего не пошло. А тут ты еще и стоишь против Фуриона, Наги. Против Лешрака взяли восьмую дровку, не побоялись, да, и просто выиграли. Против Бруды взяли, украли у самих же Gaming Gladiators путь ШЦМ, проиграли, но там закономерно. Там Дурачо был слишком силен на своем лайстиллере. Ну а тут просто очень закономерная победа пока что выглядит. А, нашли эйса. Ну где-то пармить надо здесь Фуриону. Они просто находятся в игре. Все, их нет, они просто как будто уже смирились. Ну, так, погоди, у нас еще нападение. Там Алибарда, Алибарда перед БГБ, пить не могут. Мне кажется, Нефрид в порядке в полном вообще. Растап, котятоку, нажимает панч, есть ультиммейт от Снепки. И разворот, друзья, а на их спину пришел. На их спину пришел, да, уже минус Батрайдер, Фурион убили раньше. Дурачье, не клапнул так, на их блинкаут, окей. Вниз хотел спуститься, не получилось. Добили Таска, останавливает Телекинезисом, еще и Снепку на Куки. Не дает идти, это минус 4. Да чего же простая игра, да? Да, легко получилось. Насколько крут Нуб. Крут Нуб. Как он все сделал, вот своим темплеем, то, что он в топе остался, да, в деревьях. Убил после ТП этого Фуриона. Еще потом разменял Тофу на себя. Просто вау. Если там кто-то слушает, кого надо давать MVP, это точно ему. Прям без вопросов. Хотя, не знаю, тут все круто сыграли. И Амар круто сыграл. И Каори круто сыграл. Очень крутые саппорты у ареда Тандерса. Ну что, просто бараки падают на 32. Просто бараки, все. Супер простая игра. Просто заканчиваем, ребят. Как дать драку вообще гейминг-гладиаторам? Ну, наверное, можно через байбеки дать какую-то драку. Минус две линии. Аккуратно отойдем. Отойдем, заберем. Могли бы, да, конечно, там попойти просто нижнюю линию забрать. Закончить сразу, но решили сыграть аккуратно. Ну, можно перевернуть через байбеки для гладиаторов. Поэтому, наверное, ряды и идут забирать Рошана. Рошан второй. С шардом, с аегисом. Наив готовит себе уже нули фаер. Ну, мы ведь его слоты, друзья. Это просто ультимативная нага. Слишком много, слишком. Там, я, по-моему, двукратное превосходство на Турции, если я не ошибаюсь, по экономике. Опять появляется у нас МКП. 7000 на Наге, смотри, и 14000 на Урсе. Это однократное превосходство. Ужас, ужас. Что с этой нагой вообще делать? Она мало того, что ее убить тяжело, так она сама убийца невероятная. Ну, вот он, последний смог. Появился МКБ у Фуриона. Первой игре то же самое было, да? Там МКБ появилось, пошли драться. Не получилось. ДТ еще, Ботик, как же им еще везет. Ну, что, смог последней надежды, друзья, от гейминга-гладиаторов. После отданного Рошана, после отданного Аегиса. Хотя бы видно настоящую Нагу теперь. Так, дурачье. Куда? На Тайда? Нет, ребят, цель не та. Да нет. Тайды мы быстро не убьем за Айсом. Погоните временем. Пытается сделать телепорт. Напали. Мортимир Кизис, лип от Наги. С дабл-демеджем идет. Не фит. За него не есть дурачье. Подняли. Алибарду повесили. Ставится Супернова. Квин летает под БКБ. Кого-то сцепить. Хотя бы Рубика в спину убить. Сайленс пытается сделать вдвоем. Айс вместе с Квином. Погиб уже Урса. Погиб на стаффай. Рубик байбекается. Но здесь будут оказывать Айс. Не должны его отпускать. Хотя у него есть Бэкинг Бар. БКБ ТП, наверное, должно работать. Засыпают урона много. Айс все-таки спасается. Бекстом. У меня вопрос только один. А придет ли к нам кто-нибудь на интервью? Из-за ряда Тандерс. У нас, конечно, есть Наив. Конечно, конечно. У нас... Мы комментировали турниры Bad Boom Universe. Наив приходил к нам на интервьюшки. Рассказывал. Поэтому я думаю, что он придет. Очень было бы интересно посмотреть вообще на его эмоции. После победы над чемпионами мейджора. Как это вообще? Вот просто посмотреть на него. А ты прикинь? Вот допусти эту оплошность с командой Манаспа. Сейчас можно было 2-0 стартовать. Обыграть гейминг латиатор. А там вообще на мейджор поехали. А там такие шансы на мейджор. Они резко повышаются. Ласов. Ну что, пробивать Нагу пытаемся. Ой, выкинули. Хорошо, ведь выкинули Наиву под фонтан. Через Валрос Кик сноуполом заберут. Первый раз там есть Эггис. Не заберут. Не заберут. Грибцы форстафы. Наив живет. Наив живет, разворачивается и будет раться под киксом. Пытается убить Урсу. Урсу поднимают. Закинули еще Валрос Киком Тайда. Но Тайд уже свое дело сделал. Нага самое главное. До сих пор жива, друзья. Они не могут ее убить никак. Убили только Тайда. Грин идет. Телекинез получает. В байбеке последоватуре он от снэпки. Последняя битва от гейминг-гладиатора. Из последних сил. Увидающих сил. После байбека погибает. Батрайдер тоже выкупается. А Наив все живет, друзья. А Наив забирает вараки. Это мега-криба. Наив потеряет Эггис. У нее остается только на помощь два саппорта. Рубик и Феникс. Которые со спины постараются кто-то наиво застраховать. Называет новые иллюзии. Есть Юл по топу. Валрос Кик. Откидывает Амар уже ворованным Валрос Киком. Сноубо. Защитит целый репорт и мерки. Скастует. И там иллюзии сжигают. Минус снэпка. Они невероятно летают. Летают шары вот эти от Рубика. Амар здесь. Нулик. Натаска. Забирает и его тоже. Они не хотят писать ГГЭ. Они вообще не хотят. Они не верят в происходящее. Они просто байбекаются нон-стоп. У них нет уже трех сторон. Как же они хотят выиграть это. Но это маловероятно. Ну прогнали вроде бы соперника с базой. Прогнали. Вроде прогнали. Трудно, 4 байбека используют. 4 байбека Урсулка не выкупался. У него денег не было. Но на базе одни руины остались. Там нет ничего. Там все. Там просто сравнялись с землей всю базу. И это мега-крипы. Возможно, мы вот сейчас в прямом эфире наблюдаем рождение новой тир-один команды. После победы на чемпионы мейджа? Да. Ну, слушай, я бы не сказал, что гладиаторы как-то что-то делают не так. Они играют своими стратегиями. Они играют своими героями. Но у них не получается. Это тебе не мажор, где можно АФК фармить на линии. Тут приходит луп и уничтожает тебя. Я бы сказал, что это, знаешь, даже... Вот геймплей Ареда Тандерс, он немножко более похож, знаешь, на больше на Восточную Европу. Как-то вот они быстро очень играют. И даже в пул героев похож. Ну, соответственно, ну и игроки там тоже есть, да, из Восточной Европы, плюс и тренер, как бы. Поэтому, наверное, все-таки есть небольшой такой вайб, что играют они побыстрее. Сто процентов. Ноль шансов. Ноль шансов. Ноль шансов. Геймплей Ареда Тандерс, друзья, в игре. ГГ не написали, но Дота Плюс говорит, что у них нет шансов. Ни единого. ГГ, ГГ не написали. ГГ, ГГ не написали. Не знаю, выдрессировали их, наверное, Манаспа как-то во втором дивизионе. Погоняли их один раз, второй раз с этой активной дотой, бесконечными драками. Ареда Тандерс теперь умеет такую доту играть. Сами ее пропагандируют, мы видим. С другой стороны, видишь, у нас на этой трансляции не раз поднимался вопрос о том, что... А это что? Ареда Тандерс аутдрафнули? Вот возникали же такие идеи, да. Почему там в тимфайте в первой карте 5 на 5 ничего не могли сделать гейминг Гладиаторс? Так что у Ареда Тандерс лучше драф? Почему на третьей карте аналитики тоже сомневаются? На третьей карте точно аутдрафт. Тоже говорили, да. Хорошие пики, хорошие герои. Просто поверить в то, что гейминг Гладиаторс проиграть сложно. Когда добавляются теги, это... Да, да. Твой анализ сбивает очень сильно. Но если смотреть только на героев, у Ареда Тандерс полный порядок. Урсом пытается забрать. Здесь Урсен речь нажимает. Засыпочка пошла Тинни, балл раскиком под сноупол. Но есть БКБ, ставится Супернова. Сидалп попытается пробить, пробивает. Но Урсен погибает, последний байбэк тратится. Закинули Тинни куда-то под фонтан. Он здесь, но он живет. Пока Рэвидж дальше. Атака по Фурионейса закрывает. Байбэка нет. Следующие смерти гейминг Гладиаторс будут фатальными. Потому что выкупиться уже не получится. Погибает Тинни, у него байбэка нет. Феникс выкупился, приходит. Будут пытаться просто трон ломать. Использован Глиф. Нага пока отходит своими иллюзиями. Ситуация 4 в 4. Будут возвращаться. Смог нажали внезапно. И Рэвиджа нет. Есть лип от Наги. Какие-то Куки используются. Сейчас Крибы подойдут со всех сторон. Они помогут базу ломать. Одна Тир-4 была разрушена. Осталась вторая. Дураче. Как-то выцепить его быстренько там. Не знаю. За Хекс. За Хекс. Телекинез в Хекс. У кого нет байбэка? У всех. У всех байбэка нет. Курина, Курина. Нага прыгает. Вон, сетка пошла. Куки моментально на сейв. Залетает туда. Снова иллюзии. Поднули фаер. Есть слип. Какой-то внезапный. Еще верю в то, что могут компактнуть. 26 Калида. Одна Тир-4. Дураче сражается с мега-крипами. С людьми Наги. И не сдаются пока. Нет у него до сих пор даже МКБ. Тут иллюзии-то проблематично. Вообще убить. Ну, это... Я не знаю. Убийство ложкой что ли происходит? Просто будут постоянно отправляться эти иллюзии. На тайвер. Тайвер. Все падает и падает. Да, пробивает за счет БФ и дурачей. Эти иллюзии в любом случае. Но вышечке очень больно. Я думаю, этот тонер сами в шоке. И, ребят, ну... Ну, пора. Вы там... Вы что там кнопки нажимаете? Вливайте уже. Может, что-то задержится? МКБ нажимает. Хватает Амара. Может быть, все-таки мы увидим какой-то камбэк? Амара есть диск. Нефриту тоже сбивает плинг. Сноу-полнущее время выигрывает. А там иллюзии бьют. Она-ка пошла, она-ка пошла. Через блин, через хекс. Быстро стираем урсу. Урсенрейс даже не нажал. Фурион сейчас появится. Стация 5-4. Падает вторая, 3-4. Голый трон, друзья, остается. И без керриках должны защищаться гейми-гладиатор. Сквин взмывает вверх под файрфлайем. Сноу-полл, валроскик. Все это на феникс. Феникс забрали, байбэка нет. Но там может таск подставиться. Получает куки фрустафы. Фрустафы под фонтан, чтобы засейвить. Засейвили. Кстану хекс получает. Фурион без байбэка умирает. Это кг. 4-3. Аваланча по квину работает. Сейчас снова полуворованная Тамара Шикарда. Сыганда Корги Рэпни достали саппорты. Балроскикнула под фонтан. А он живет. А ему плевать. Куки. Там был госептор, что ли? Похоже на то. Балроспанчат Киттини. Забрали. Нутрон падает. Гуд геймбл плей. 2-1. Алина Тандерс, друзья, выигрывают эту встречу. И получается.